Слышно ли меня, видно ли меня? Можно написать. Если что-то не так, пожалуйста, дайте знать. Меня зовут Наталья Ивановна Чеснокова. Я являюсь сотрудником приемной комиссии юридического института. То есть в течение уже пяти лет я занимаюсь приемом. Отлично. Спасибо, Ирина, что написали, что все слышно. Мы принимаем наш юридический институт Российского университета граждан народов на следующий уровень образования. Это бакалавриат, магистратура, аспирантура. И сегодня наша презентация посвящена двум магистерским программам, которые находятся на кафедре иностранных языков. В нашем институте 13 кафедр. Вот как раз-таки одна из кафедр. Это кафедра иностранных языков. Сейчас больше такие общие моменты хотелось бы озвучить. То, что, во-первых, наш ВУЗ, Российский университет дружбы народов, уже с 1989 года начал подготовку магистров. И магистров в области юриспруденции. Я думаю, что многие соглашаются со мной, что это о многом говорит, что мы не новички, что мы уже давно ведем эти программы магистрские и подготовку магистрантов. Это о многом говорит о нашем опыте, о нашем профессийско-предподавательском составе. Как я уже и сказала, сегодня у нас две магистрские программы. Кафедры иностранных языков их представляют. Эти магистрские программы проводятся у нас, да, обучение по этим программам на английском языке. Одна из программ предоставляет возможность получения двух дипломов, то есть диплом Российского университета дружбы народов и университета Испании Алкалы-Бейнарс. Что важно? Важно то, что наши магистрские программы, наши занятия по магистратуре, как правило, проходят в вечернее время, то есть с 18.00. Для чего мы это сделали? Мы понимаем, что магистранты, люди уже взрослые, многие из них работают. Именно поэтому, чтобы совмещать и работу, и учебу, занятия по нашим магистратурским программам проходят вечером. Ну, конечно, преподавательский состав. Сегодня программу будут представлять мои коллеги из кафедры иностранных языков. Это не только преподаватели, но и переводчики с английского языка. Помимо того, что у нас кафедры иностранных языков, у нас также есть, как я уже сказала, 12 кафедр, и на них работают практикующие юристы. То есть опыт, кого вам обеспечен будет. Важно сказать о международной мобильности. Российский университет других народов – это международный вуз, и наши студенты ездят практически по всему миру. Есть возможность участвовать в включенном обучении. Что это такое? Это когда студент уезжает в другой университет, с которым мы являемся партнерами, на семестр, либо на один месяц. Как правило, это бесплатно. Существуют также программы, которые покрывают полностью проживание, перелет и питание. Как правило, эти программы входят в состав программ Erasmus+. На презентации это указано. Посмотрите, пожалуйста, какой большой список университетов, с которыми мы дружим и сотрудничаем. Во все эти университеты есть возможность отправиться, попрактиковать язык, плюс в профессиональной области тоже позаниматься. Значит, программы магистерские сегодняшние, это юридический перевод и переводчик в сфере госслужб, они у нас на английском языке, как я уже говорила, и бюджетных мест на них не выделяется. То есть это контрактные, те программы, за которые нужно будет платить. По приему документов. В этом году, как и в принципе в прошлых, приемная комиссия начала работать с 20 июня, и в этом году начнет работать с 20 июня 2018 года. Мы вас уже будем ждать в главном здании университета, в кабинете 347. Для того, чтобы подать документы, нам нужно будет от вас паспорт, диплом об образовании. Не важно абсолютно, какое до этого было образование первое, я имею в виду, бакалавриат или специалитет. Техническое, физическое, юридическое, лингвистическое. И также мы будем от вас просить 4 фотографии. Для личного дела, для студенческого билета. Это по документам. Важный вопрос, который всегда интересует абитуриентов, что нужно сдавать. Так как программа на английском языке, то мы сдаем один вступительный экзамен. Один вступительный экзамен по юриспруденции на английском языке. Программа подготовки находится у нас на сайте. law.rudem.ru Наверное, я пока остановлюсь со своей презентацией, приглашу моих коллег с кафедры иностранных языков. И потом, если у кого-то будут вопросы, то с удовольствием на них отвечу. Римма Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков. Римма Георгиевна, доцент кафедры иностранных языков. Продолжение следует... To interpret and translate legal texts working with the following language pair combinations. These are English-Russian, English-French, English-Spanish, English-German, English-Chinese. The second foreign language is Spanish, French, German, Chinese, Russian, for foreigners, for translation and interpreting. Practice courses is subject to student's choice. Now I'm going to explain the requirements to enter, to be enrolled for this program. Well, you are supposed to pass an exam. And first of all, it is going to be a written test. And then you will be given a text of a judicial character. And you are supposed to give a good standard English reading. Then, without missing a single word, give a good literary English translation. And then give a summary of this text. Just the main idea of this text. The gist of it. And then you are supposed to translate, or to give a summary of a Russian text. As far as the Russian text is concerned, you are not supposed to give a word in the translation, or sentence in sentence translation. Just grasp the main idea. And present it in good English. So, as far as this program is concerned, I would like to tell you that we have already doing, have been doing this course for more than ten years. And lots of students from different countries come to, for this course. They are from England, from Iran, from Italy. And now we are having some students from the United States. And I think they are happy to be with us and to master this course. Okay. We have different competitions within Russia and even abroad. And we are very successful. I think that another colleague of mine is going to tell you a few words about it. And now I'm going to introduce a program for interpreters in the sphere of professional communication. So, you also have to pass an exam. And this exam includes the following items. First, read, translate, and give a summary of an English text of a judicial character. The requirements are the same. Good English reading. Excellent Russian translation. I mean translation in Russian. And then give a summary. Then you'll have to do a consecutive translation of also a judicial character. And the last one is you are supposed to render Russian text in English. The same without a word-in-word translation, without a sentence in-sentence translation. The same grasp the main idea and present it in good English. Now, I think that a colleague of mine is going to tell you a few words about our activities, extra activities and class activities now. So, I'm glad that you were able to listen to me. So, good luck and hope you come to our program. Thank you. Good morning. I'm a professor of this same profession of international language. But I'll tell you a little bit about what we are doing in Russian. I'm a professor of these years. Well, at my time, my office is organizing всякого рода соревнований, управления ими. Maybe, maybe, this is a foreign policy. It's some of our international activities, which we have participate. With our faculty and the faculty as a coach. Назову некоторые из них. Прежде всего, это торговое право International Trading Orbitration, которым мы проводим, мы едем участвовать как в Соединенных Штатах, так и в этом году в Белграде, где участвовали 78 команд. И наша команда только-только вернулась вчера. В Соединенных Штатах мы участвовали в соревнованиях. Среди американских вузов мы заняли третье место. Это уже о многом говорит. Далее. Каждый год мы едем участвовать в международных соревнованиях в Вене, это Австрия, где участвуют в этом году уже почти 400 команд. Мы там участвуем уже восьмой год подряд. Добились больших успехов, но, конечно, хотелось бы еще больше. Это международные торговые споры, так называемая International Private Law, в отличие от International Public Law, где мы ведем суды судебные слушания как от имени истца, так и от имени ответчика, учитывая то, что мы страна континентального права и, естественно, мы боремся со странами общего права, прецедентного права. И вы можете понять, как это трудно для людей континентального права, непрецедентного права состязаться. И, тем не менее, у нас достаточно удачные выступления. Послезавтра буквально мы уезжаем в Вену, где будем участвовать, как я уже сказал, восьмой раз. Кроме этого, у нас есть международные соревнования по переговорам. Это сначала мы проводим российский тур по международным переговорам. Победитель российского тура едет уже в ту страну, которая является организатором этого года. Турнир на иностранном языке. В 2016 году наша команда заняла первое место, и мы поехали в Швейцарию, где мы заняли 12-е почетное, я скажу, наверное, место среди 24 команд мира. Это очень сильные команды. В этом году две наши команды участвуют в российском турнире. Буквально где-то через 8 дней наши команды поедут. И там есть, опять же, как я уже сказал, как бакалавры, так и прежде всего магистры. Магистры из тех программ, которые Наталья Ивановна вам представила, и моя коллега Рингерна рассказала немного. Это то, что мы делаем для того, чтобы сохранить престиж и, конечно, приумножить престиж российского университета дружбы народов. И это программа академической мобильности, это мобильность и, опять же, программа 5100, в которых мы работаем, и, мне кажется, достаточно успешно работаем. Кроме этого, у нас ежегодно проводятся, по крайней мере, наши кафедры, два на две межвузовские студенческие конференции, где активно принимают участие наши магистры, печатают свои работы в сборниках, имеющие серийный номер, находящиеся во всех библиотеках страны. Также в интернете их можно найти, то есть, таким образом, они обогащают свое портфолио. И, таким образом, закончив вуз, они уже становятся теми специалистами, востребованными на таком вот рынке труда, каковым является юриспруденция, которая, я, наверное, скажу английским таким словом, saturated, то есть, чересчур много юристов. Но если наши студенты и наши выпускники получают работу в Беккер-Маккензе, в Уайтинг-Кейс, это уже говорит о том, что за нами студентами ведется в хорошем смысле охота на то, чтобы занять такие места именно в таких ведущих юридических фирмах, как вот эти две, как минимум две, о которых я уже сказал. И у нас очень хорошее, доброе отношение с этими фирмами, ну, потому что мы понимаем, что они тоже заинтересованы в наших бакалаврах, в наших магистрах. Спасибо. Поставь, пожалуйста, вы попросите. Да, хорошо. Уважаемые абитуриенты, возвращаясь к вам, теперь с удовольствием отвечу на все ваши вопросы и попрошу Калла Павловича остаться на всякий случай, если будут какие-то вопросы профессионального характера, то я думаю, Калла Павлович поможет мне. Так, первый вопрос. Какой уровень английского языка должен быть? Калла Павлович, я думаю, к вам вопрос. Да, да. Я думаю, как раз важно сказать, очень многих клиентов возникают вопросы, нужно ли сертификаты TOEFL, IELTS при поступлении. Да, хорошо. Знаете, смотрите, чтобы участвовать в команде, ну, я имею в виду в моей команде, тренером которой являюсь я, один из тренеров являюсь я, я думаю, что, ну, читаю, и это, наверное, все-таки верно, что минимально, что можно здесь, на что можно рассчитывать, это интермидеус. Ну, по крайней мере, хотя бы C1, уровень C1. Возможно, что у вас этот уровень есть, ну, где-то вы уже получили сертификат или что, но если это есть, это здорово, то мы можем поработать для того, чтобы это сделать уже C2. Относительно, относительно ваших вот всяких возможных, и которые у вас есть, сертификатов и так далее. Предлагаю, конечно, любые возможности использовать для того, чтобы сдать все возможные, всякие возможные экзамены, но прежде всего мы обращаем внимание для нас, это очень важно, FCE, First Certificate in English, если у вас есть Cambridge English Certificate, CAE, то Cambridge English, да, Advanced English, или вдруг у кого-то есть CPE, Cambridge Proficiency in English, вот тогда, пожалуйста, вы наш клиент, и вы потенциальный член моей команды. Относительно TOEFL или IELTS, то, конечно же, они тоже highly welcome, я думаю, что мы, естественно, будем ценить и вот эти ваши сертификаты. Единственное, что, как обычно люди говорят, может быть, я лучше TOEFL сдам, можно, конечно, сдать TOEFL, но вы понимаете, TOEFL для Соединенных Штатов, для поступления в американский ВОЗ, IELTS это для поступления в британский ВОЗ. Для работы же, если вы уже работаете и собираетесь работать, конечно, лучше это First Certificate in English, Cambridge Advanced English, но Business English, BAC, так называемые, ну вот эти сертификаты. Ну, рассчитывайте на C1, C2, как таковое, потому что, поскольку лекции и семинары, они все на английском языке, с малым, буквально малым использованием русского языка, то, конечно же, необходимо знать язык, ну, если не как родной язык, то, по крайней мере, чтобы вы понимали преподавателей легко, да, чтобы, если уж чего-то не поняли, то не поняли минимально где-то 5, ну, 10 процентов, может быть, ну, это погоду не сделает. Вот относительно знаний языка. Дальше вам спрашивают, есть ли общежитие. Нет, хорошо, военная кафедра. Том Павлович, еще уточню, вы сказали, C1, C2. Для поступления этого уровня достаточно? Потому что, я думаю, что абитуриенты интересуются как раз-таки в первую очередь этим вопросом. Чтобы поступить, какой уровень языка должен быть? В2. В2. В2, да. Военная кафедра есть? Нет, к сожалению, у нас нет военной кафедры, но при обучении на очной форме обучения, как раз-таки, это как и магистратура кафедры иностранных языков, это очная форма, мы предоставляем отсрочку от армии, поэтому вопрос снимается. Предоставляется ли общежитие? Общежитие для магистрантов, как правило, не предоставляется. В этом году на весь юридический институт, на магистратуру выделяется 2 места. И, как правило, они уйдут бюджетникам с высоким баллом, с самым высоким баллом. Как правило, это так. Но, если есть какие-либо условия, позволяющие претендовать на общежитие, что это может быть? Вы живете очень далеко, очень далеко, я имею в виду, это не в Подмосковье, а это другой город, невозможность ездить каждый день на учебу. Этот вопрос рассматривается в индивидуальном порядке. Если есть какие-то привилегии, да, не привилегии, я имею в виду, возможно, инвалидность, возможно, отсутствие льготы, да, спасибо, Компалыч. То есть, возможно, отсутствие родителей, отсутствие кормильца. То есть, все это в индивидуальном порядке рассматривается. Опять же, все это в приемной комиссии. С 20 июня мы вас будем ждать и готовы проконсультировать. Где можно видеть примерные вопросы вступительных испытаний? Как я уже сказала, на нашем сайте юридического института, запишите еще раз, трех вам уже был, внизу, видите, программа для подготовки к вступительному экзамену low.rudn.ru. На этом сайте в разделе абитуриенту магистратура висят программы подготовки для поступления. На первом курсе я могу изучать, да, Компалыч, пожалуй, вам передам. В магистратуре? В магистратуре, да. Ну, как дополнительный, допустим, переводчик, вот, может быть, про эту программу стоит более подробно. Ну, знаете, я бы хотел вот что сказать. Поскольку вы в магистратуре будете заниматься, действительно, это по вечерам, как Наталья вам сказала, это будет вторник, пятница и еще субботу днем, прям утром, вернее, то, ну, я не думаю, что у вас останется вот это желание изучать китайский язык, язык великого соседа, но все-таки мало ли, ну, мало ли, что вдруг вы действительно захотите, и тогда исключительно, как говорят у нас в Англии, at your own expenses, то есть как бы за счет вашего свободного времени, но, пожалуйста, конечно, вы можете изучать, и тем не менее, я считаю, что вот это, но время от времени, occasional, вот такое обучение китайскому языку, может быть, ну, может быть, что-то вы выучите, но не так, как, наверное, хотелось бы вам. Да, ну, с другой стороны, действительно, вы можете прийти, вы можете приходить на занятия китайским языком, у нас прекрасный китаист, китаист, чья супруга китаянка, китаист, который очень долго жил в Китае, и говорит на этом языке, как на своем родном, конечно же, естественно, с ним, если вы будете заниматься вместе с бакалаврами, например, сидеть на этих занятиях, если у вас, конечно, время позволяет приходить еще и дневное время, и вот там, ну, конечно, будет отдельная оплата, но можно, можно, да. Отдельная оплата – это совершенно небольшая оплата за программу переводчиков, в этом году это за один учебный год 68 тысяч рублей, поэтому у России с Китаем хорошие деловые отношения, ну, никто не стоит. Много иностранцев, да, в нашем университете много иностранных студентов, много иностранных преподавателей, могу точно сказать, что последним подсчетом в нашем университете учатся представители более 150 стран мира. Ну, у меня в команде, вот то, что мы сейчас едем в Вену, у меня в команде наша, скажем так, бывшая советская – это Молдова, Индонезия и Нигерия, ну, еще, конечно же, русские. Так что, как видите, даже моя маленькая команда – это международная. Уважаемые абитуриенты, есть ли еще вопросы? Мы готовы подождать еще минуточку, да, если у кого-то есть вопросы, пожалуйста, задавайте. На последнем слайде… Очень хорошо. На последнем слайде указаны контактные телефоны, имейлы. Если постеснялись что-то задать, какие-то вопросы, или забыли, или не смогли, пожалуйста, пишите, звоните. У нас в понедельник и по пятницу я работаю для абитуриентов, поэтому будем ждать, будем ждать от вас вопросов. Спасибо большое кому, Павлович. Спасибо вам. Спасибо большое, Абитуриенко. Надеюсь, что многих из вас я вижу на своих семинарах. Спасибо.